Ты уже включила? Да. Класс, пишем. Всем привет из Киева, с вами сегодня Оксана. Массага World. Почему на нас навешивают ярлыки, когда нам цены нет? Как ты относишься к процессу вышивки, когда я вышиваю? Вот, когда я сижу вышиваю. Классно вообще отношусь. Это настолько завораживает, всегда это интересно. Вообще, когда любой человек занимается каким-то делом, ты либо восхищаешься этим, либо относишься к этому равнодушно, либо вообще никак к этому не относишься. Знаешь ли ты, где я храню материалы для рукоделия? Тебя напрягает их количество? Да, конечно, знаю, где все это хранится. Абсолютно не напрягает. У каждого человека должно быть место, где ты занимаешься своим хобби. Конечно, там все инструменты, которые нужны для этого, они должны быть в одном месте. Это очень удобно, комфортно. А где они у меня хранятся, ты знаешь? Конечно, знаю, где они хранятся. В спальне, в уголке у тебя они хранятся. Они могут, у тебя вещи вообще разбросаны по всей квартире. Это не правда. И они, у тебя есть такие точечные места для вышивки. Тебе прям можно влог снимать. Где я вышиваю? Вышиваю там, вышиваю там, вышиваю там. Ты можешь это все перемещать, но на самом деле по всей квартире это не напрягает. То есть нету какого-то бардака, есть определенный какой-то порядок. Поэтому абсолютно нормально. Стоит ли нашего жизненного времени вот эта вся возня? Или можно взять тупо какую-то канву, пяльца, сесть и вышивать, и никого не напрягать? Ни финансово, ни по времени. Хобби есть хобби. У меня есть спорт, у меня есть там тот же сейчас триатлон, который настолько интересен для меня. Конечно, я готов на это тратить деньги, да? И если я готов на это тратить деньги, то я абсолютно спокойно отношусь к тому, что ты тратишь деньги на свое хобби. Сколько хочешь, столько и тратишь. Потому что главное, чтобы это не сильно ущемляло другие интересы. Если хобби стоит на первом месте, и все остальное вообще все ерунда, и трава не расти, тогда начинаются вопросы. Но если ты уделяешь время и хобби, и время уделяешь семье, и еще каким-то там процессом, ну, а почему бы нет? Это наоборот здорово. Человек должен быть там сбалансирован. И при том этот баланс он выбирает для себя сам. По поводу качественных приспособлений вообще есть хорошая поговорка. Мы не настолько богаты для того, чтобы покупать дешевые вещи. Когда ты покупаешь какую-то дешевую вещь, опять-таки вышивка, это, не знаю, автомобиль, все что угодно. Ты с этой вещью, она у тебя там через время сломалась, тебе нужно покупать еще одну. Ну, купите еще одну дешевую вещь. Я, например, считаю, что лучше поднапрячься и купить более дорогую вещь, либо максимально дорогую вещь, которую ты себе можешь позволить. И получать удовольствие от этой вещи. Получаешь удовольствие от дешевой вещи, ну, отлично. Никто тебе ничего не может в этом сказать. Здорово. Была ли ситуация, когда ты приревновал меня к моему хобби? Когда был недоволен, что я вышиваю вместо того, чтобы быть с тобой? Да, я уже забыл об этой ситуации, но ты мне напомнила. Было, конечно, такое, когда тебя невозможно было оторвать от вышивки. Ты вышивала там и ночами, и днями. И, конечно, мне там тебя не хватало, соответственно, как бы я хотел тебя оторвать от этого и там к себе притянуть. Но сложный этот процесс, он мучительный. Но всё-таки вода камень точит. На, переводички. Давай. Нравятся ли тебе сюжеты, которые я выбираю? Какие нет и почему? Вообще, выбор сюжета всегда какой-то творческий процесс. Потому что ты мне всегда говоришь, когда тебе что-то нравится, ты спрашиваешь мне своего мнения, насколько нравится мне или не нравится. Я могу высказать своё мнение, и когда, например... Ну что здесь? Я могу высказать своё мнение, и было такое, что тебе просто... Тебе самой твой выбор переставал нравиться. А иногда было так, что нифига, тебе это нравилось, и я потом начинал понимать, а почему он тебе нравится, и сам начинал восторгаться твоим выбором. Скелеты, помнишь, ты их не понимал вообще, потому что тебе казалось это примитивным, да? Ну вот именно сама вышивка примитивная какой-то, пиксельная. Да, когда ты не видишь весь процесс в целом, не видишь результат, то иногда тебе может казаться, что это всё ерунда, это неинтересно, и вообще всё это как-то не стоит внимания. Но когда ты начинаешь рассматривать детали, начинаешь видеть сочетание этих деталей, в результате ты понимаешь, насколько офигительно получается, и ошеломляющий вот этот результат. Люди, которые там вдалеке от вышивки, они просто там получают колоссальное удовольствие, видя вот этот конечный результат. Супер! Как ты реагируешь на уже отшитую работу? Классно, восхищаюсь работой. Потому что, во-первых, ты видишь законченный какой-то продукт, во-вторых, ты уже себе начинаешь фантазировать, как она будет выглядеть, где она будет висеть, как она будет оформлена. И вообще уже руки чешутся, чтобы быстрее её оформить. И был вообще полностью супер, конечно, конечный результат. Это вообще потрясает всегда. Советуешься ли ты со мной, вернее я с тобой, как оформить вышивку? Да, иногда не только советуешься, иногда говоришь, поедь её сам, оформи, и будет, мне прямо, тебе же самой интересен результат. Вообще часто мы наоборот, берём, все с семьёй собираемся, едем куда-то оформлять. Потому что процесс оформления, он всегда доставляет какое-то удовольствие. Это какая-то магия, потому что ты никогда не знаешь, что получится в результате, но при этом сам процесс, он просто притягивает. Ты выбираешь какие-то материалы, щупаешь эти, Даринка там бегает, выбирает. Как ты реагируешь на моё желание повесить уже оформленную работу на стену? Вообще не понимаю, как можно вышивать, вышивать полгода, потом эти картины просто валяются непонятно где, и они не висят на стене. А почему они не должны висеть на стене? А где они вообще должны быть тогда? Ну, возьмите, пофотографируйте, выложите это. Ну, может быть, будет от этого какой-то смысл. Но картины должны висеть на стене, и они должны радовать ваш взгляд и всех тех присутствующих, кто приходит к вам в гости. По-другому вообще я не вижу смысла вышивать всё это. «Важно ли для тебя, какую я вышью картину? Ведь она будет висеть у нас дома. Хотел бы ты, чтобы я обсуждала с тобой каждый проект?» Вообще не важно, какую ты картину вышишь, потому что это твоё творчество, это твоё самовыражение. Если ты, вышивая, получаешь от этого удовольствие, и не важно, хоть это будет какое-то вообще безобразие, любая картина — это частичка тебя. Прикоснувшись к этому, ты получаешь какое-то эстетическое удовольствие. Это здорово. Ну а если картины не будут подходить в интерьер, например? Вот она мне нравится, а ты её не видишь ни где в интерьере. А я говорю тебе, вот я хочу, чтобы она тут висела. Как ты к этому отнесёшься? Ну я уважаю твоё мнение. Для меня принципиально, что может быть где-то это не подходит под интерьер. Главное, чтобы тебе это нравилось. И опять-таки, если любое твоё действие, любое твоё хобби, оно доставляет тебе удовольствие, ты становишься более счастливым. Если ты становишься более счастливым, как можно не любить человека, когда он становится более счастливым? Это значит, что вы вообще этого человека не любите. Если ты любишь человека, ты его воспринимаешь такой, какой он есть. Как ты можешь не желать человеку добра, если он получает от этого удовольствие? Вот ты занимаешься хобби. Я говорю, нет, не занимайся, это всё ерунда. Твоё хобби — это всё ерунда. Оно вообще не стоит времени. Как я могу это говорить, если оно тебе реально доставляет удовольствие? Я могу заниматься хобби. Если ты не будешь проявлять интереса к моему хобби, вообще никакого. Но я буду заниматься, но оно не будет мне доставлять, наверное, столько удовольствия, сколько бы оно доставляло, когда мы обмениваемся вот этими вот всеми вопросами, какими-то нюансами, какими-то успехами, какими-то поражениями. Приносил ли ты когда-нибудь мне неожиданный рукодельный подарок? Конечно, приносил. Я собираюсь еще приносить. Что за пиво? Уже. Ну как, ваш любимый человек занимается каким-то любимым делом. Почему бы вам не сделать ему подарок? Ну хватит дарить какие-то банальные цветы, которые все время одинаковые. Ну да, это какой-то 7-минутный момент. А все мужчины, они какими-то непрактичные, они любят практичные подарки. Цветы — это непрактично, например. И вот хобби — это как раз классный способ самовыразиться и подарить какой-то практичный подарок, который будет радовать не 3 дня, а будет радовать долго-долго и долго. Пока не сломается, а пока вы не купите новый. Во-первых, от вас этого не ожидали. Во-вторых, вы подарили подарок, который был очень нужен. В-третьих, этот подарок ценен этим человеком. И когда вас не будет рядом с женой, она будет пользоваться этим подарком. Она всегда будет о вас с теплом вспоминать. И она возьмет лишний раз, напишет вам какой-то смс или позвонит вам, скажет, что она вас любит. И вообще так ей очень приятно, что вы заботитесь о ее каком-то хобби, о каком-то увлечении. Это вообще шикарно. Ты сам от этого получаешь обратный колоссальный эффект. Поэтому дарить надо, наоборот, чаще. Вы берете по секрету, подсматриваете то, что ее интересует, то, что ее привлекает. Берете себе где-то, ставите на заметочку. А потом как-то находите 5 минут времени. Вместо того, чтобы посмотреть на работе машины какие-то там новые, какие выпустили. Вы берете, заказываете в интернет-магазине этот какой-то рукодельный подарок. Вам его доставляют в офис. И вечером вы делаете шикарный подарок. Ну, супер вообще. Знаешь ли ты вышивальные термины? Употребляешь ли их в своем разговоре со мной? Да, знаю, да, употребляю. Ну, на это стоит сделать отдельное видео, наверное, потому что там очень много интересного. Просишь ли что-то вышить для тебя? Да, конечно, прошу. Ты вышиваешь. Последний раз, когда я просил, нарвался на то, что мне самому пришлось это вышивать. Это вообще жесть какая-то. Как такое возможно? Ты меня перебиваешь, отвлекаешь от моих проектов. Оранжевую ты для меня вышиваешь. Шикарнейший проект, который, наверное, самый большой проект, который у тебя был. А если я его не дошью? Дошьешь, куда ты денешься. А если нет? Да. Я вообще не рассматриваю этот вопрос, что ты не дошьешь его. Что значит не дошью? Ты дошьешь, если я не дошью? Нет, ты будешь его дошивать. Последний вопрос. Готов? Давай. В принципе, ты уже почти ответил на этот вопрос за все время интервью. Но я его задам. Когда мужчина и женщина интересуются хобби друг друга, как ты считаешь, это помогает семейным отношениям или наоборот? Многие мужья считают для себя унизительным. И поинтересоваться вышивкой. Вообще, как ты к этому относишься? Не знаю. Меня вообще все интересует, чем занимается моя жена. То же самое мне приятно, когда интересуется, чем я занимаюсь все время. Мои хобби, мое увлечение, моя работа. Любой мой продукт, что я там создаю или не создаю. Мы так проводим 8 часов времени на работе. 8 часов где-то мы спим. 8 часов остается на семью. Если ты приходишь с работы и начинаешь продолжать жить работой и продолжать говорить о работе, это у тебя продолжение работы просто. Мне, например, прикольно, когда ты идешь с работы с удовольствием домой, приходишь домой и обсуждаешь какие-то вопросы, которые тебе не свойственны. Более того, когда ты там проникаешься в хобби своего любимого человека, ты его лучше понимаешь. А если ты его лучше понимаешь, ты получаешь от этого максимальное удовольствие, моральное какое-то удовлетворение. Конечно, вы наоборот становитесь ближе, когда ты лучше понимаешь человека, с кем ты живешь. Вы хотите сказать, что мои друзья-байкеры, если они узнают, что я увлекаюсь или поддерживаю жену в вышивке, они бы не будут со мной разговаривать. Ну, бред вообще полный. И они мне скажут, да не, чувак, ты гонишь. Нужно взять цепь, вымазаться в масло и выпить пиво и порыгать. Ну, типа, вау, это круто вообще. Какие могут быть вышивки, какие могут быть картины? Да люди абсолютно разные. И наоборот, я наоборот считаю, если ты в себе содержишь очень много каких-то увлечений, притом разных увлечений, то ты наоборот становишься более интересен. Хочешь себя ограничивай, хочешь ограничивай себя диваном и телевизором. Хочешь выбирай спорт. Кто-то занимается спортом, кто-то любит книги, кто-то пишет книги. На вышивку можно посмотреть вообще с разных сторон. Вы смотрите на нее локально, вы смотрите на нее как иголка, нитка и крестики, какая-то канва. Вышивка – это целая индустрия. Сколько разных гаджетов, сколько разных элементов, каких-то средств нужно для того, чтобы создать картину. Это вообще, это целая технология. Вот посмотрите, сколько существует, например, видов канвы. Да с ума сойти, сколько видов. Это что, только женщины их выпускают, эту канву? Нет, это их выпускают мужчины. Если выпускают их мужчины, соответственно, это вид бизнеса. С одного бизнеса перенимаются технологии в другой бизнес. И когда ты, например, занимаешься продажей соков, продажей товара или оказанием каких-то услуг, ты берешь с другого вида бизнеса, ты берешь какие-то такие элементы, которые не свойственны для того. И когда ты их перенимаешь, ты наоборот становишься первым. Ты внедряешь что-то новое в свой бизнес. И вышивка, например, точно так же, это то, что не свойственно, например, конкретно тебе. У вас всё переплетается в жизни? Конечно. Будь то доходы ваши, будь то развлечения, куда вы идёте, вы что вместе где-то ездите в воду, идите, выбирайте имена. Всё, и хобби – это как часть процесса, как часть жизни. Нет, ну есть, наверное, разные люди, которые для себя определили, что они, вот, например, им так комфортно жить, что я занимаюсь только этим, а ты занимаешься только этим. Тогда получается, что каждый занимается своим, и иногда где-то там интересы пересекаются, там в постели или ещё где-то. А ты допускаешь мысль в своей жизни, что ты можешь тоже этим увлечься? Или я, например, могу увлечься триатлоном тем же, или бегом, или ещё чем-то? Да, простой пример. Год назад я и вообще не думал о том, что я начну бегать. Я вообще никогда не любил бегать. А теперь я настолько полюбил бегать, что я получаю от этого удовольствие, я вижу от этого эффект с точки зрения ведения бизнеса, потому что меня это там организует лучше. То же самое может произойти абсолютно с любой другой вещью. В мире массу примеров, когда люди занимались высшей математикой, потом начали писать картины, и у них это точно так же классно получалось, как высшая математика. Или наоборот. Человек выпускал, был успешным бизнесменом, выпускал журналы, которые были всемирно известны. Потом он взял в один день, продал свой бизнес и пошёл играть на пианино. Вообще, ну просто нонсенс. Человек никогда не играл на пианино, он пошёл играть на пианино. Всё супер. Он получил результат, более того, он ставит себе импедициозные задачи и достигает эти задачи. Никто ни в чём не ограничен. Хотите заниматься сегодня триатлоном? Занимайтесь. Ставьте себе там большие цели, достигайте их. Вообще, опять-таки, все заморочки — это только у нас в голове. Вообще, хобби — это ваше хобби. И что хотите с ним, то и делайте. Не надо ни на кого обращать внимания. И если в семейных отношениях, то надо просто поддерживать друг друга. Если даже вам не нравится то, что делает ваш супруг, да возьмите, вы хотя бы должны с уважением к этому относиться. Но в идеале, конечно, любить. Любить то, что делает супруг, проникнуться, и это интересно. И вы получите максимальный эффект от этого. Я уже выпила всю воду, я больше, чем ты, волнуюсь, потому что я не ожидала таких отрывов. Это потрясающе. Давай. Когда мужчина и женщина... Хи-хи-хи-хи-хи. Эй, ты, Black High Lustre, иди сюда. Что ещё? Какие водички? На, держи. Я слышу профессиональным своим слухом, что у тебя уже пересома. Угу. Окей. Получит совсем другой результат. И быть от него в восторге. Это самое главное. Да. Ну опять ты натягиваешь меня. Блин, при... Я тебе... Да. Что я делаю? Да ты микрофон натягиваешь. Не надо вставлять это. Камера неровно стоит вообще. Она перекошена. Вот так вот. Мне... Меня она смущает. Это частичка тебя. И частич... Да не отвлекай меня со своими какашками. Да как можно к этому относиться унизительно? Ну вот представьте, там, жена будет унизительно относиться, что вы там меняете колесо в машине. Будет считать унизительно относиться. Ну будешь считать унизительно. Ну еще раз начни. Да. Как можно к этому относиться унизительно? Ты не издеваешься? Как вообще к этому можно унизительно относиться? Как можно считать это унизительно? Ваша жена будет считать вас, ну этот... Блин. Давай еще раз задай вопрос. Не, это длинно. Мне пофиг, что обязательно у вас на дерево стоит. Просто стой, ничего не делай. Смотри на меня, слушай, что я говорю. Слушай, что я говорю. Слушай, что я говорю.